Привет, друг, с тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере Редмир, второй сервер, всё как всегда. И как ты понял по названию ролика и по превью, я продал свой старый неудачный бизнес, купил себе новый бизнес, продал новый бизнес, ловил две хаты по госу и ещё куча тачек. Поэтому этот ролик будет очень весёлый и очень интересный. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть личный промокод, который находится в описании ролика. Вводи его при регистрации и получай 20 тысяч долларов при достижении третьего уровня. Если честно, пацаны, я даже не знаю, с чего начинать эту серию, потому что здесь материала куча, будет интересно, 100% как и предыдущая. Кстати, я заметил, что предыдущая серия вам зашла, вы любите длинные ролики, информативные, я это учту. Спасибо всем за актив, давайте под этим наберём не меньше. Ну, по классике, давайте 70 лайков, и ролик выходит буквально через день, через два, через три. Вот так, давайте, 70 лайков и ролик. Будем возвращать немножечко активу. Знаешь что, в прошлый ролик мы закончили на том, что меня обули в чешке, можно так сказать, и я купил бизнес по оверпрайсу, прям очень по оверпрайсу. Кто не видел, ссылочку оставлю в описании, можете зайти посмотреть. Мы купили бизнес на 13965 долларов выплаты за 7,4, и там комиссия, блядь, ещё 77 тысяч, ну, короче, 7,5. Это очень дорого. Ну, как бы я знал, что это дорого, но просто выхода не было. Я что-то на спешке решил купить. И сразу хотел бы вас, можно сказать, предупредить или уберечь от того, что не делайте никакие мутные схемы на спешку. Нужно тщательно обдумать все варианты. Вот я поспешил и сделал какую-то херню. Но сейчас я это говорю так, в хорошем настроении, потому что этот бизнес я продал. Я думаю, тебе, блядь, за сколько ты продал? Ты же, я видел в объявлениях, там продавал за 7 лямов, за 7,1, за 7,2. Достаточно, да, у меня был уже покупатель на 7,1. Но если бы я купил бизнес тот на 18 тысяч выплаты, бизнес я не купил. В принципе, поэтому я и за 7,1 его не слил. А продавал его потом за 7,4, 7,3, 7,4, где-то так. И в один вечер мне написал один человек и спросил, почём. Я говорю, так-то, так-то. Он говорит, блин, мне денег не хватает. Я говорю, что у тебя по тачкам есть? Он говорит, ну, у меня есть черон. Говорю, и что ещё есть? Он говорит, ну, ещё бизнес есть, типа, на 10 тысяч выплаты, 10-200, если быть точным. Говорю, ну, ещё бы было неплохо ещё, если бы ты накинул где-то 1400 ДП. Потому что бизнес где-то стоит 4,5, 4,7. А черон стоит где-то, ну, 2,4, 2,5. Ну, ещё где-то ДП 1400 было бы идеально. Он говорит, на 400, ну, да, можем, типа. Он говорит, давай поедем, посмотрим, какая комиссия. Я говорю, ну, где-то 1040. Говорю, ну, давай поехали на ЭКХ. Мы приехали на ЭКХ посмотреть, какая комиссия. Ну, а дальше, я думаю, вставка. Так, 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 так. Это, походу, едет наш покупатель. На Porsche Panamera. А, нет, это не наш покупатель, ладно. Вот, наверное, наш покупатель. Нет, и это наш не покупатель. Я надеюсь, не это наш покупатель, который летит. Вот этот. Может, вот этот наш покупатель на Rolls-Royce. А, у него же черон есть, он и черрики. Вот и он прилетел. Капец, никого не было на ЭКХ. И сразу сколько появилось людей. Оп. Бокатя черон. Глянец, да, да. Да. 45, блядь. Хорошо. Эй, кидай. А, она пусть 350 кидает. И тут я опять немножечко затупил. Потому что я ему скинул 50 тысяч на комиссию. На комиссии оказалась моя. В итоге я ему скинул почти 100 тысяч. Если быть точным, 80. 350. Охренеть. Ну, я готов. Охренеть. Вот это обмен. Вот это обмен. Я надеюсь, он сейчас проканает. 10 тысяч, 350 и черон. Поразвести сделку. 13,965 на 10,700 черон и юньки. Эй, спасибо. Удачи. У меня есть теперь черон. А зачем мне он нужен? Не знаю, но он охуенный. Бля, может не буду продавать черон? О, еще украинская рамка. Охуеть. Я не хочу черон продавать, фацаны. Я поеду сейчас обновлю владельцев. Но черона я продавать не хочу. А где бизнес, кстати, наш? В ЛВ? У меня здесь третий бизнес уже. Я так и думал, что он вверху. Насколько это красиво смотрится. Два черона фатешных подъезжает. Так, у меня было здесь два бизнеса. Теперь у меня почти самый крайний. Вот. Орик Тойз. Вот так я, получается, обменял черон бизнес плюс ДП на свой бизнес. В то время я посчитал, что это в те же деньги выходит. Даже можно уйти в плюс, если постараться. И у меня, можно сказать, это вышло. Потому что я на следующий день продал черон. Не прошло полдня, как я еду продавать свой черон. Блядь, штраф еще получил. Такой цветочек чистый. С этого, с окна. Не знаю, почему. Ну, что ты, вот я только что прокатился на фатешном чероне. Он мне так зашел, его так не хотел продавать. Но мне надо покупать бизнес. Уже понормальнее. За ней главное второй раз. Чтобы меня не обули в чешке. Можно сказать. Но смотрите, какой нахеренный. Он фатешный. Глянец. Черно-красный. Как я люблю. На этих дисках. Антихром. Украинская рамка. Просто балдеж. Просто реально балдеж. Охрененный чирик. Продаю его за 2,5. Покупатель уже ждет меня на ЕКХ. Все, кто говорили, что это невыгодно. Это невозможно. Идите в сраку. Это возможно. Здорово. Это ты, да? Писал мне в ВК. Да, это он. Он приехал на Диво, чтобы купить АСС. Ой, говорю, АСС. Чирон. Пляж штрафа. Нихера себе люди живут. Небось у него еще бизнес. Там тысяч на 30 выплаты. Давай 5. За черик. Фоте, фоте. Благодарю. Еще пацаны в видосе. Да. Разорти, здорово. Продал его нормально. За 2,5. И через день. Продал еще бизнес. Видите, кто к моему хуракану бежит? Это Эль Прима. Это будущий владелец моего нового, старого бизнеса. Знаешь что, продавал я бизнес буквально недолго. Вчера я продал где-то в это же время Чирон. Сегодня я продаю бизнес. И надеюсь, это будет как в прошлый раз. Я куплю уже нормальный бизнес по нормальной цене. В итоге здесь у меня было 3 бизнеса. Понимаю. Эль Прима 4,850. Продать. Главное забрать доход. Десяточка. Продать. Игроку. 132,4,850. От души. В итоге у нас баланс 8,375. И где-то нам на 8 лямов нужно найти бизнес. Ну в принципе у меня уже есть за 7,5 на 16. Но бы найти за 8,5 на 18. Было бы прям идеально. Как-то так я из своего кризиса вылез. Ну если посчитать, то где-то я из этой сделки достал 7,5-7,7 миллионов. То есть я ушел в плюс. Ну там если 7,5, то там 1023. Ну там 33, потому что еще десятка сбежала. Ну короче где-то тысяч на 30, 130 я ушел в плюс. Радует, радует, что я смог его вообще продать. Даже обменом похер. Но я его смог продать и обменял его достаточно неплохо. После этого у меня остался огромный баланс на счету. Я конечно хотел пойти подкрывать гаражи на серию. Но потом подумал, что нет, я заиграюсь и все солью. И вышел с сервера. И не делал такой херни, как в прошлый раз. Зашел на БУ, купил Макларен, это вся херня нет. Думаю, что же мне делать. Ну и после этих всех действий у меня почти 8 миллионов на руках было. Или 8,3, что-то такое. И я решил как старые добрые половить дома. И когда я пришел, не помню на первый день или на второй день после слета. А и самое прикольное, что когда я продал бизнес, буквально на следующий день слетело 7 бизнесов. 7 бизнесов, Карл. Я в шоке был. И после того, как я узнал, что 7 бизнесов слетело, я решил вернуться на Радмир каждый день. Поэтому сейчас я захожу на Радмир каждый день. И пытаюсь что-то словить. Ну и как бы уже прошла неделя. Хотя нет, неделя не прошла. Прошло где-то 4-5 после того, как я продал бизнес. И за эти дня 4-5 я успел словить целых 2 дома. На 32 тысячи выплаты и на 43 тысячи выплаты. Как это было? Смотрим. Да-да-да-да, именно не гос, а выплаты. У меня уже с бизами и крыша поехала. К point не король протяните. Смотрим. Кір score будет. Какое-то. Я же, где-то. Да-да-да-да-да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, вот этот дом, он мне не нужен, потому что если я захочу зайти, чтобы сразу заспавнился в месте там, где я ловлю дома. Поэтому этот сливаем, тот оставляем и продадим еще за 43 какогос, который сливил. За 115, главное снять еще с баланса. Оп, десяточка упала. Продать игроку. 115 тысяч. 44-й. Продать. Спасибо. Пацаны, кому вы продали дом? Челу на Дива или Челу на Х7? Челу на Дива первый написал, потом Челу на Х7 написал. У меня есть два клиента. Вот, и сейчас кому-то из них будем продавать вчерашний домик, который сливил на 43 тысячи. Пока этот думает, сейчас этот передумает, я ни тому, ни тому не продам. Не люблю такие моменты. Я не знаю, он мне хочет дать 15 тысяч за аренду этого дома, хотя я заработаю на нем всего лишь 50. Можно, конечно, взять за аренду и продать, и будет охуенно. Хотя, ладно, я отдам сейчас вот этому Алексу, так понимаю, через единичку, у него ник. Пусть он купит у меня, заработает еще 15 тысяч с арендой. Ну, и, в принципе, ему нормальный дом будет, мне, в принципе, не жалко. Вот, продать игроку ИТ 90 тысяч ему, давай погнали. В восьмой ИТ 90 тысяч. Благодарю. В принципе, да, оставил я себе пока что один домик, вот этот. Как бы, пусть он мне будет, мне места нужны. Потом, если что-то словлю, что-то с лучшим госом, возможно, продам также где-то тысяч за 115, за 120. А, и чуть не забыл, кто смотрит мой канал достаточно долго. Вот, вы знаете, что я батя Хураканов, потому что этот у меня Хуракан на шторе, который я купил еще в конце мая, в начале июня прошлого года. Этот Хуракан у меня уже целый год. Кстати, кто знает хорошего винилера или вы являетесь хорошим винилером, у меня есть спецзаказ по винилу, он буквально на вот этот капот или на крышу. Вообще маленький, достаточно трудоемкий, если вы шарите, прям и реально шарить, как сделать винил, потому что винил достаточно сложный. Напишите мне в ВК, свяжемся, куплю у вас винил. Прям очень нужно, прям очень. Спасибо, вот. И почему я батя Хураканов? Потому что за все время игры на Redmere я, наверное, больше всех продал Хураканов. У меня было их штук, ну штук 20, может 30. Ну прям их очень до хера было. И я купил очередной Хуракан. ФТ-ФТ, перфоманто, я второй владелец. Мат цвет, тонировочка и, скорее всего, есть еще смена. Купил я его, в принципе, вообще задешево, как это было. Можете посмотреть? Короче, пацаны, Макмилен или Милан просто мне предложил Хуракан в смс-ке, по выгодной цене. Он ФТ-ФТ, один владелец, мат хам, за 200. Один, полицейский есть, рамка нет, вот это Эбу есть, Невма есть, Орех есть, Нитра есть, матовый, за 200. Конечно, он Эбу дороже даже стоит. Не Слим, конечно, а просто дороже стоит. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А если я не продам, то вы эту, соответственно, ставку не увидите Короче, приехали продавать Хуракан Куча мне писала, я за 200 заберу, за 210 продавай, 215 карай, вся херня Но сейчас я вроде нашел покупателя на 220 Диман влагает, он пропал, а теперь появился И там мне жалко 5000 Ну не совсем, просто ты всегда людям скидываешь Бля, штрафы Ты прям всегда людям скидываешь там на 10, на 20, на 50, на 100 тысяч Там в разных ценовых сегментах То ли бизнес, то ли дом, то ли ебать косарь, штрафы не хер То ли еще что-то А когда тебе что-то продают, тебе даже 2000 не хотят скинуть Поэтому я буду работать по том же принципу У меня фиксированная стоимость 220 Ниже, ниже, даже не 219, а 220 Поэтому да Спасибо Ну а у меня на этом все Я надеюсь тебе понравился этот видеоролик Если это так, напиши в комментариях И поддержи этот ролик лайком Давайте, если этот ролик соберет 70 лайков То следующая серия себя не заставит ждать Если у вас есть какие-то годные варианты по бизнесу Или вы занимаетесь винилами Или вы хотите продать мне тачку на перепродажу Можете писать в ВК Ссылочка есть в описании Не забываем подписываться на канал Здесь выходит очень много интересного, полезного, смешного контента Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми Никогда их не пропускать А если у тебя он не работает, ты просто отпишись Подпишись заново, и заново поставь колокольчик Ну а с тобой был Эвн Всем желаю хорошего дня Всем удачи, пацаны И всем пока